Давно меня просили рассказать про условные предложения, наконец-то я нашла время и сейчас постараюсь так кратко и ёмко рассказать. Все очень боятся этих условных предложений, не знают, что с ними делать, но вот смотрите, начнём с самых азов. Существует несколько типов условных предложений. Это zero conditional, first conditional, second conditional и third conditional. Это такая общая рамка, которую необходимо держать в голове. Их несколько типов. Zero conditional – это present, present, present simple и present simple. Это какие-то общеизвестные факты. Например, if you mix yellow and blue, you get green. Если смешаешь жёлтый и голубой, синий, то получишь зелёный. Общеизвестные факты и обе части – это present simple. If you mix, you get. Тут нет ничего такого особенного. First conditional – это очень странный для нас conditional, потому что мы в русском так не говорим. Что за first conditional? First conditional – такие типы предложений, где встречаются союзы if, as soon as, after, before. И вот в той части, где они, мы употребляем present simple. А во второй части мы употребляем future. Про что я? Если у меня будет время, я тебе помогу. Мы бы в русском вроде сказали, ну, если прямой перевод бы использовали, мы бы сказали If I will have time, I will help you. Мы бы сказали will и will. Да, если будут логически. А вот у них так не делают. В той части, где if, as soon as, after, before, мы употребляем present simple. If I have time, I will help you. Вот так мы разобрали first conditional. Second conditional – это past simple и would. Было бы у меня время, я бы тебе помог. If I had time, I would help you. Но времени не было, и я не помог. Я бы, да кабы, вот я вот и так называю этот conditional. Если бы, да кабы. If I had time, I would help you. Past simple там и would. Так вот строили. Ну, а последний тип условных предложений – это сожаление о том, что не случилось. То есть, если second conditional – это если бы, да кабы, какие-то рассуждения, то в последнем что-то не случилось, и мы вот говорим, о, было бы, тогда вот это бы случилось, но мы бы вот это сделали. О чем я? Значит, там в одной части past perfect, had – третья форма глагола, и во второй части would have done. Ну, то есть, вместо done может быть любой глагол. Если бы я учил хорошо английский в школе, я бы, там, поехал в Америку. Ну, странно, правда, но ладно. If I had studied English well, I would have moved – переехал – to the States. Переехал бы в Штаты. Понятно. Но не учил и не переехал. Вот такой вот общий обзор всех условных предложений. Все на самом деле просто. Zero, zero – present, present. First – present, future. Second – past и would. И последний – это past perfect и would have done. Вот и все conditionals. Примеры вам я еще напишу. Можно потренироваться, будет в Stories.